Трагедия вековой давности. В год столетия со дня гибели императорской семьи на экран вышел фильм телерадиокомпании «Регион Тюмень» в Тобольске «Царь», который, к слову сказать, тоже стал участником фестиваля «Человек и вера». О буднях венциносной семьи в Тобольске, о жестокой несправедливости и покорном принятии судьбы говорили создатели фильма в Тюменской областной научной библиотеке. На показе побывала Наталья Малышенко. В небольшом уютном зале киноклуба «Молодость» «Аншлаг» вид на экране настоящая историческая драма «В Тобольске царь». Судьбу последнего русского императора изложили известный писатель Вячеслав Сафронов и режиссер ГТРК «Регион Тюмень» Нелли Тоболкина. Интересно было узнать о том, как в нашем крае жил последний русский царь, о истории, потому что по-настоящему мало об этом как-то замалчиваться, больше это сводится к тому, что царь был где-то расстрелян в Екатеринбурге. Посвятить несколько часов изучению истории России в занимательном формате не отказалась и молодежь. В числе зрителей студенты Института культуры, будущие авторы и режиссеры фильмов. Есть и те, для кого эта трагедия особенно ощущаема. Для меня этот фильм, конечно, имеет какие-то личные такие эмоциональные корни. Я помню совершенно, когда была девочкой маленькой. Ведь как нам объясняли убийство царской семьи? Объясняли, что нужно было искоренить весь род, чтобы не было у монархистов возможности возродить династию. Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных, мрачных дней сносить народное гоненье и пытки наших палачей. Такая неоднозначная и, безусловно, трагическая судьба выпала семье Николая II. Тобольская ссылка. То ли проклятие, то ли спасение. Будто птицы в золотой клетке. Они были отрезаны от нового мира, но не теряли надежды. Сколько еще времени будет наша несчастная Родина, терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами. Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил. Даже не знаешь, на что надеяться, чего желать. А все-таки никто, как Бог. Да будет воля Его святая. В одно мгновение оборвался старинный род Романовых. Сам император будто знал, что последние отголоски царской России потребуют жертву, которой станет он сам. И вот столетия спустя российские историки и ученые продолжают открывать новые подробности жизни венциносного семейства. В современных условиях очень трудно показать на события столетней давности минимум архивных документов, причем кино, фото документов. И вот на Лизотов на это удалось. Удалось соединить архив, удалось соединить текст, документальную драму, где там играют актеры Тобольского драматического театра, музыку, звук, фон. Сам Тобольск современный. Поэтому фильм будет интересен молодежи. И как раз получить полное историческое представление о том времени и получить какой-то душевный, духовный, нравственный укол в сердце. Я думаю, вот этот фильм свою задачу выполнит. Трагедия, перевернувшая судьбу огромного государства, увы, не новая тема. Множество авторов описали эту страницу истории России. Фильм «В Тобольске. Царь». Один из немногих, созданных на сибирской земле. 30 лет назад первая эту тему вообще на Тюменском телевидении в нашем крае подняла моя мама Нелли Викторовна Тоболкина, автор и режиссер. И неудивительно, что первая, потому что тема-то была запретная. И поэтому сразу ее работу «Тобольские дни романовых» показали на федеральном канале. И вот спустя три десятилетия дошло и до меня. Мы с Вячеславом Юрьевичем Сафроновым, автором, историком, писателем, сделали фильм «В Тобольский царь». И хотя на эту тему сейчас не говорил только ленивый, я надеюсь, что нам удалось найти что-то свое, уникальное. Главной целью автора фильма было показать истинную историю. Ведь как бы ни было, царская особа, персона неоднозначная. Спустя годы русская православная церковь признает романовых святыми страстотерпцами. А спустя сотню лет Россия осознает масштабы тяжелых событий в городе, не убившем царя. Наталья Малышенко, Александр Мащенко, Новости культуры.